Фасочки со всех сторон снятые. Вот так вот. Дуга, потом здесь трынь, трынь. Вот такой профиль дивный. Подсечка, вогнутая дуга сотого радиуса. Опять подсечка. Вот эта пипочка. Она ничего не делает. Вот, собственно, здесь будет располагаться топливник. В общем, все, что можно сжечь, можно здесь будет сжечь. Компания «Печной мир» в гостях у Кутузова Александра на банной печке. Здравствуйте. Александр Валентинович, приехали в гости. О чем бы хотелось поговорить? О рабочем месте? Чтобы что-то делать, надо сначала рабочее место сделать. Это, ну, это понятно, это маятник, чтобы там делать всякие резы такие-такие там. Это фаскователь, да, снимать фаски. Вот такие фаски. Вот такие фаски. Снимаем здесь. Готовим, соответственно, кирпичи. Какие-то колятся, какие-то не колятся. То есть, ну, вот, перебираем. Калибруем сначала. Калибруем чашками. Значит, вот лежит болгарка со 150-й чашкой. Значит, сначала выводим калибр. То есть, убираем вот эти юбки. С кем мы убираем? Шероховатость, песок и юбку, соответственно, вот эту заднюю. Потом все кирпичи на помывку. Они моются, пилятся, чистятся. Значит, здесь мы плинтус убираем. Ну, плинтус это вот такой огнутый радиус, да, то есть... А вот эту фаску, получается, уже снимаешь вручную? Одну фаску вручную, да. Три фаски здесь, а одну вручную. Вот, ну, болгарка лежит. Еще там с маленькой чашкой унесли болгарку. То есть, ну, этот не получилось, тут враг. Четвертователь. Четвертователь. Это мы делаем фигурный плинтус. Фигурный плинтус. Финтеперстый, которых в России никто не делает. Сейчас мы вам его покажем. Шикарно смотрится. Ну, вот с помощью вот этой вот машинки. То есть, он получается резов немереное количество. Там 6 резов, чтобы сделать один плинтус. И еще наждачкой там приходится поработать. Благо, кирпич замечательный, кирово-чепецкий. Обрабатывается даже наждачкой. Фасочки снимаются, все гладится очень мягко, легко. То есть, брусочком с наждачкой потом так. Шлифуется отлично. Прекрасно обрабатывается. И получаются вот такие потом, в конце концов, фигурки. Это вот элемент колонны. То есть, там колонна выступающая возле банной печки. Фасочки со всех сторон снятые. Вот так вот. Дуга, потом здесь трынь, трынь, трынь. Фаски сняли, да? То есть, зачистили наждачкой. Это все инструменты, которые используются? Нет, еще там в бане лежат. Там еще много. Еще станок. Пильные болгарки, большие, маленькие. Кирпич стоит, смотрите как. Один к одному стопки все вертикальные. Да, смотрите. Кема даже. Кема, у которой 3 миллиметра разбег по толщине между гранями. Даже кема лежит вон так. Красота. После мытья, вот он идет вот сюда вкладку. То есть, после изготовления всяких вот таких вот деталек, да? То есть. Это у нас банная печь. Это у нас, да. Мы приехали на баню, да? Это баня из кедра рубленая, из большого, да? Вот все тут бревна большие, круглые, не будут обрабатываться. Поэтому было решено контуры стен, вогнута, выпуклый профиль повторить на печке. Вогнута, выпуклый профиль. Значит, ну здесь немножко неожиданно вы появились. Внезапным образом совершенно не успел я почистить. Значит, хотел я вам показать плинтус, который там с помощью той адской машинки делается. А, вот ты его тоже вогнутым сделал вообще. Да, вообще шикарный. Что про него говорили? Да, 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 да. Вот с помощью той адской машины вот получается вот такие вот. Вот такой профиль дивный. Подсечка, вогнутая дуга сотого радиуса, опять подсечка. И планка, да, то есть планка, межшовная планка, полтора сантиметра, сдвижка полтора, планка полтора. Смотрится, как будто это цельный элемент, неразорванный. То есть это не как будто ряд кладки, да, то есть не два ряда кладки, а как будто он, ну, один такой сплошной элемент. Первый раз, то есть решил попробовать, а такой сделать плинтус. Очень мне понравился, и смотрится выигрышно, даже лучше. И, в принципе, его легче сделать, чтобы все были более или менее одного. Одинаково, да? Да, более или менее однородно. То есть под тем же станком прогоняешься? Тем же станком, да, то есть на плинтуснике, на плинтуснике выбираю вот эту дугу, подсечки на четвертователе. Четвертователе станок сразу выставил, все под один их прокатал. Но на самом деле так не получается, от вибрации немножко разбалтывается, и немножко вот есть, 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 есть погрешности, то есть как бы, да. Но это доработается с помощью напильника, то есть потом в конечном. А уже когда шлифовать будем, отмывать, шлифовать, и все эти гранки, грани, все доработаем, то есть как бы, вот смотрите, как смотрится шикарно, внутренние углы, да. В миллиметровый шов мы их собрали, прям в миллиметровый. Вот как раз подошли к месту, где интересная штучка есть. Вот эта пипочка, вот эта пипочка, она ничего не делает. Она вот, вот если заглянуть сюда, Александр, загляните вот сюда, в вашем глазом драконик, там ничего нету. А пипочка есть, вот эта вот пимпочка, что-то она там двигает, что-то открывает, закрывает. А здесь глухое дно, это поддувало, зольник. Для чего она нужна? Максим Николаевич, для чего эта штучка нужна? Ну, воздух, как обычно, но здесь ты, наверное, пол убрал, то есть или сделаешь, или уже было? Нет, вот пол, все, сюда только ляжет плитка, вот она ляжет вот по эту планочку, почти что до плинтуса, и все, то есть где? Надо с той стороны посмотреть печку, чтобы понять, наверное, оно там все спрятано. Это каналы, значит, дымовые, это будущий топливник, вот место под топливник, здесь он будет сложенный, да? Вот, так вот та пипочка, вот эта самая, она регулирует подачу воздуха, подачу воздуха, вот сюда, 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 и вот сюда. И вот сюда, вот, в заднюю часть топливника, вот сюда, то есть вот кольцевой канал, п-образный, и еще один, второй контур воздуха, вот здесь, вот, тоже кольцевой канал, только по наружному периметру. И тоже оттуда же берется? Да, оттуда же, оттуда же, то есть все это подается с пятерековой задвижки, площадью 330 квадратных сантиметров, вот, не буду говорить, чего производства, Ну, такие и есть в массовом производстве наших заводов литейных, российских. Российская задвижка, удобная, хорошая. А теперь мы сейчас обойдем в парилку, и я расскажу, куда что двигается. Это комната отдыха, здесь будет стоять стеклянная дверка финская из сети, 526-я. Ну, такая небольшая комната отдыха, тут вот всякий хлам у нас инструментальный, инструментов полно. Болгарок, одних только 8 штук на объекте. Станок. Даже есть вот такая болгарка. Вот такая, это беспроводная болгарка на батарейке, да, то есть замечательно, удобная. Нет никаких проводов. Досочки мы пилим, и досочки, и всякую, всякую, но вот диск стоит по деревяшечкам. То есть, если надо что-то дощечки отпилить, вырезать, это вот очень удобно пользоваться беспроводной болгаркой. Значит, станок пильный, да, то есть здесь мы пилим кирпичи по длине и по ширине, то есть, ну, прямые резы. Удобно делать мокрый рез на станке, все остальное делается, все гнутые резы делаются на улице. Здесь уровень как раз, да, что, на кирпич, 6 мм пониже. Да, а вот теперь смотрите, что произошло. Плинтус, плинтус здесь поднятый, она разноуровневая, да, печечка? Вот, смотрите, тут сплошной ряд, да, внизу. Вот, сплошной ряд. Ничего нету, сплошной ряд. Этот плинтус тоже сплошной ряд, тут тоже сплошной ряд. Зачем нужна эта пимпочка? Ну, вот, плинтус здесь тоже по всему периметру такой красивый, да, смотрится вообще зачетно. То есть, это позволяет, вот, набор такого инструмента позволяет собрать наружные углы, наружные углы вот в такой шов. Александр, снимите крупным планом. Здесь мы видим дымоход, 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 дымоход. Ну, здесь большой, да, такой на вид. Да, потому что вот это у нас угол со слабыми перевязками, то есть, перевязка получается, ну, вот отсюда, да, вот отсюда, то есть, вот следующий кирпич вот так сюда встанет. То есть, всего получается, что там, чуть больше четверти, да, ну, между половинкой и четверти, то есть, слабый угол. Поэтому его обязательно надо защитить, и, чтобы здесь газы не двигались, как сумасшедшие, Уширение в этом повороте, где слабые углы 120-градусные, да, 135-градусные. Уширение канала дымового. Для чего? Чтобы снизить скорость. Снижаем скорость, уменьшаем длину факела, чтобы не было жесткого удара, так сказать, в эту стенку. Потому что вот с топливника газы пойдут вот сюда, вниз, с топливника, под низом, и будут ударяться вот в эту стенку. То есть, а коль скоро здесь слабые перевязки, при перегреве они могут полопаться, то есть, поэтому здесь обязательно вот такая защита, плюс вот такая защита, да, то есть, набрызговая футировка с азбестом, с азбестом, то есть, вот слой азбеста, да, здесь лежит, там, сеточка, значит, сеточка, азбест, потом сверху еще помазано все это геркулесом, термостойким. Чтобы погасить тепловое воздействие огневое на вот этот вот кирово-чипецкий кирпич. Здесь вот что происходит, то есть, это вот дымоходная система, кажется, просто, да, всего два, два, два толпачка, совсем нет. Вот еще тут у нас есть объем, который тоже посвящается дымовым газам, это вот этот объем, да, то есть, это камера дожига будет, да, то есть, здесь будет происходить догорание, догорание топочных газов, то есть, с температурой примерно тысяча, сто тысяча, двести градусов. Значит, что здесь мы видим, ну, оставлено место под топливник, да, вот, собственно, здесь будет располагаться топливник, то есть, это тот прибор для сжигания, там, ну, скажем, топлива, мусора, всякого, дров, там, пилетов, не знаю, палетов, в общем, все, что можно сжечь, можно здесь будет сжечь. Почему? Потому что температура, расчетная температура горения дров здесь будет тысяча двести градусов, тысяча двести. Объясняю, почему? Потому что здесь сейчас топочный объем, топочная пространство, которое посвящено горению, оно запитано воздухом, воздухом запитано, по кольцу, по всему объему, то есть, вот, воздух подведен, мы видели, с той стороны поддувала, да, где будет дверка стоять с глухим подом, в зольник, через него будет воздух подаваться вот сюда, в зону колосникового горения, то есть, в зону углификации. А на дожек, на дожек и на среднюю часть факела, да, газы будут, воздух будет подаваться через вот эти каналы, вот через вот эти вот, через внутренние каналы, он будет подаваться в среднюю часть закладки топлива, и вот через вот этот канал, в катализатор, где будет происходить обогащение топочных газов чистым воздухом, подогретым, да, подогретым, и, соответственно, он будет переваливаться вот сюда, и здесь будет догорать, то есть, максимальная температура будет вот здесь вот образовываться у факела, это тысяча сто, тысяча двести градусов, потому что коэффициент переизбытка кислорода, вот расчетный здесь, в этой топке, до пяти ноль, до пяти ноль, то есть, печки обычно работают в режиме с переизбытком кислорода два ноль, да, то есть, проглатывают воздуха в два раза больше, чем требуется для сжигания вот этого объема топлива. Эта печка будет работать с коэффициентом переизбытка кислорода до пяти, как открытый камин, как открытый камин, потому что мы имеем здесь два поддувала площадью 600, почти 80 квадратных сантиметров, почти 700, потому что нижняя поддувала в зольной камере большое, с посадочным 28 на 14, да, то есть, ну, уже площадь 380 квадратных сантиметров, и плюс 330 квадратных сантиметров, вот, с той задвижки, которая там, пимпочка, туда-сюда, туда-сюда, но ее не видно. Печка стоит на шансах, вот здесь мы этого не видим, когда мы подходим, да, заходим в парилку, мы не видим печка, ну, печка, да, печка стоит на полу, все, все отдыхают. А вот, если мы посмотрим вот сюда, здесь мы увидим воздуховоды, печка стоит на шансах. Это забор воздуха, как раз для вот той задвижки, да, то есть, все они объединяются в один канал под задвижку, под эту, то есть, все вот эти каналы, которые вдоль печи, поперек парилки идут, они все сходятся в одно место возле вот этой задвижки, которая там туда-сюда ходит. И оттуда, оттуда раздаются на два контура, на два контура подачи воздуха. В топочный объем, вот сюда, в топочный объем, да, и в за топочный объем, то есть, сюда и сюда. Два контура подачи воздуха. Один нужен для дожига пламени, да, то есть, топочных газов для дожига, средняя часть факела. А другой зачем, спросите вы. Вот, вот зачем другой. А то же самое для дожига, казалось бы, да, ну, можно использовать для дожига, тогда коэффициент переизбытка будет уже ближе к шести. Это нам не требуется, то есть, это будет уже остужать факел. А следующий контур наружный, вот этот, вот эта щель, вот эта. Это придумка 830-х годов, времен Крышталовича, Связева, Александрова. То есть, это внутренний колорифер, или тепловая камера, или конвективная рубашка, внутренняя конвективная рубашка у печи, что практиковалось в дворцовых пещах, в Кронштадте, в Пушкине, в Зимнем дворце. Архитектор Александров, значит, широко использовал внутренние колориферы, делал печи колориферы для отопления как раз дворцов. Здесь, здесь, в бане, где будет стоять, вот тут в углу будет стоять пароперегреватель, и вот здесь маленький будет стоять пароперегреватель, и он будет создавать, задавать климатическую зону от 60 до 90 градусов влажности. То есть, ну, если женщины и дети просто пришли погреться в режиме хамама, печка, печка, обладая большим лучевым спектром, да, вот смотрите, зеркало лучевой радиации, очень большая, да, очень большая поверхность излучения у этой печи. Нагретая до 80 градусов, она даст хороший прогрев лучевой, равно как и вот этого угла, вот с этой стенки, да, то есть, эта стенка будет ударная, она будет хорошо прогреваться. Эта входная группа прогревается, и вот эта длинная стенка, вот эта длинная стенка, она вся будет прогрета до 80, до 90 градусов. Здесь будет располагаться полок, да, на котором будем лежать и греться. Как в тепловой кабине, как в спортзалах, вот тепловые кабины есть, инфракрасные, да, то есть, в больницах, в поликлиниках, то есть, теплолечение процедуры, они построены на излучателях, которые керамические, то есть, фарфоровые. Кирпич, вот этот, кировочепецкий, это тоже та же самая керамика, почти тот же самый недопеченный фарфор, просто состав глин немножко разный. И длина волны у него лучевой, инфракрасной, практически такая же, то есть, отличается там на единицы, на первые единицы, то есть, до 10 нанометров. 9-12 нанометров вот этот кирпич, да, покороче волна маленько, а у фарфора 16 нанометров длина. То есть, ну, разница для медицинского восприятия, то есть, абсолютно не критичная, потому что металл, он дает совершенно другой спектр, более короткий, более жесткий, и лучи тени глубоко проникают в организм человека, в жидкие и мягкие ткани отражаются от поверхности. А вот эти длинные лучи, они глубоко проникают в мягкие ткани, в том числе, содержащие жидкости. То есть, в тело человека лучи от кирпича инфракрасные проникают на глубину до 7 сантиметров. То есть, можно легко прогреть почки, печень, щитовидную железу, горло и так далее. Просто лежа при невысокой температуре, нестрессовой температуре, 40-45 градусов на полке, ну, то есть, в парилке, лежишь на полке и получаешь лучевую дозу инфракрасного излучения в длинноволновом диапазоне, абсолютно полезную для здоровья. Калорифер, говоришь, да? Про калорифер, да, сейчас я вам покажу. Здесь будет устроен связевский калорифер, то есть, который междуканальный, но он у меня будет не междуканальный, если в связевской вариации, это он устраивался вот таким образом, вот, смотрите, вот канал, допустим, дымовой, да, и вот другой дымовой канал. А между ними, да, между ними перегородка, эта стенка канала, эта стенка канала, здесь составляла щель 4-5 сантиметров, то есть, эти горячие стенки и междуканальные, они создавали направленный поток, то есть, это вот печка лорифер, да? То есть, подсос есть, да, снизу? Подсос снизу, да, сюда как раз подходил и сверху уходил между каналами, то есть, и переточные каналы вокруг, то есть, вот такие, то есть, между ними были. Это вот придумка, я говорю, 1830-х, 1850-х годов, я решил ее использовать, раньше тоже пользовал лет 20 назад, то есть, проверял, испытывал, работает исключительно хорошо, но что-то руки не доходили, чтобы, ну, широко внедрить практику. На других моих банных печах тоже есть конвективные рубашки, тоже есть колориферы, но они все наружные, то есть, они однобокие, однобокие, а двубоких колориферов, я, ну, очень давно не делал, и вот на этой банной печи захотел воплотить, потому что, ну, пароперегреватель будет свое мерзкое дело делать по увлажнению среды, а бревна здесь останутся в таком виде, как и есть, то есть, это кедр, и он подвержен набуханию и усыханию, соответственно, и вот эти трещины, которые сейчас начали образовываться, они, конечно, когда будет, ну, меняться влажность, они, конечно, будут, это, ну, расширяться и добавляться, поэтому надо будет воздух сушить. Вот, второй тепловой контур, второй воздух, да, вот, они запитаны, вот эта щель, вот этот воздушный канал, да, и этот, они запитаны с одного места, вот отсюда, вот, с шанцов, но они между собой не пересекаются. Внизу только на уровне задвижки, от задвижки, когда расходятся, оттуда общим каналом расходятся. То есть, часть пойдет сюда? Да, один канал сюда заходит, другой сюда. На вторичку от части. Да, если посмотреть, вот этот канал глубже, то есть, он в первом ярусе, вот этот канал глубже, то есть, заходит воздух сюда впервее, а вторым контуром, вот в этот канал заходит вот отсюда. Вот этот воздух для горения факела используется, а вот этот воздух, который вот отсюда приходит, из парилки, влажный, сырой, холодный, он вот здесь будет догреваться, догреваться, и подниматься снова в парилку. То есть, сверху на печи будет выход? Да, сверху на печи будет. Он через всю печь будет проходить. Да, через всю печь, вот по всей высоте, рядом с каменкой, здесь же дальше каменка будет. С этой и с той стороны. Да, с этой и с той стороны. Значит, эта часть горячая, эта часть тоже горячая, вот эта стенка. Между ними 3 сантиметра, то есть очень будет хороший поток с высокой скоростью. Щель маленькая, всего 3 сантиметра. Скорость будет высокая и воздухообмен. Через эту щель примерно будет прокачиваться около 100 кубов в час. Другая часть, еще одна такая же конвективная рубашка. Или так называемый у Крышталовича тепловой карман. Вот еще один. Этот принцип работы совершенно другой, потому что это работает у нас. Вот эти конвектора, они работают на воздухе из парилки. То есть они его просто достают, холодные от пола, догревают и сушат. Вот эти два внутри печи. Причем здесь он будет разогрет, и стенки будут разогреты до 130 до 140 градусов. Поэтому расщепить молекулы воды, H2O, будет очень легко. То есть высушить, уменьшить влажность, уменьшить содержание этих молекул в атмосфере будет легко. Потому что стенки, у топливника стенки будут разогреты 500-600 градусов. Стенка щитка будет разогрета 90-100 градусов. То есть здесь теплосъем замедленный, вот щиток тепловой, теплосъем замедленный. Поэтому здесь вероятный нагрев стенки до 140-150 градусов. Здесь то же самое. Стенка топливника будет разогрета до 450-500 градусов. А вот эта стенка, внутренняя стенка теплового щитка, вероятнее всего будет 150-140 градусов разогрета. Вот здесь. Поэтому здесь будет очень мощный конвективный поток создаваться со скоростью где-то примерно, я так думаю, до 4 метров в секунду. До 4 метров в секунду. Ну вот помноженное я считал. Помноженное на площади, то есть на 270 квадратных сантиметров, которые есть там и там, да, 4 метра в секунду, ну образует как раз искомые наши 96, в точности 96 кубических метров в час. Ну около сотни. Это тоже воздух конвектора. Это тоже, да. Вот этот конвектор другой. Значит здесь вот эта стенка, стенка топливника, да, то есть она вот здесь будет проходить. То есть эта стенка будет нагреваться косвенно от стенки топливника. То есть нагрев ее будет вот самой этой стенки, вот с этой стороны, ну 90-100 градусов, да, то есть. И такой же нагрев вот здесь будет 90-100 градусов. Вот это стенка щитка, да, то есть стенка щитка. Здесь, конечно, они друг друга будут догревать. И если сам щиток, допустим, наружный контур будет нагрет до 90-100, то здесь, вероятно, температура будет 120 градусов. 110-120. То есть повыше, чем открытый теплосъем, повыше температура будет. Значит, сюда воздух подан из комнаты отдыха. Через боковые каналы, которые есть внизу. Через боковые каналы вот здесь. Вот внизу за колоннами прячутся воздухозаборники из комнаты отдыха. То есть чистый свежий воздух в парилку для дыхания будет подаваться из комнаты отдыха, теплый. Он пройдет вот сюда, пройдет вот сюда в тепловой карман. Здесь он нагреется, стенки печи поднимется и зайдет вот сюда вверх в парилку. Подкачка оттуда, с улицы чистого воздуха. Плюс вот здесь объем помещения 170 кубометров в общей сложности. Ну, посчитано, да, то есть 170 кубов в общий объем воздуха. Это второй свет вот здесь, да, то есть там будет лестничный проем на второй этаж. Мансардное помещение, то есть объем воздуха достаточно большой. Ну, то, что герметично. Единственный минус, да, все на герметик собрано, на герметик. То есть подкачки, подкачки-то через щели. То есть и окна будут пластиковые, и там тоже везде пластик. То есть все будет герметично, поэтому подкачки свежего воздуха не будет. И эти 180 кубов, которые здесь есть, они, да, если печка потребляет 5 кубов в минуту, это умножить на 60, это 300 кубов в час. 300 кубов в час, то есть эти 180 кубов кончатся за 15 минут. Вот, при от полностью открытых поддувалах. То есть, ну, нижняя, вот эта поддувалка, нижняя и вот эта, еще щелевые поддувала на дверке, на самой. Ну, а смотри, Александр, то, что мы подаем, а, ну здесь вторичка сюда, говоришь, уходит, да? Здесь, вот это. То, что вот это конвекционное, это же у нас не будет кислород-то употреблять, она будет просто его гонять. Она будет просто, это парилочный воздух из парилки, вот это. А, я забыл про то, что у нас задвижка же еще сюда запускает вторичку. Да, то есть, когда задвижку открыли, воздух используется для дожига факела, для дожига факела, когда открыли задвижку. Значит, и вот в случае, когда печка прогорела и задвижка закрыта, да, то есть, ну, она прогорела, для вторички не нужен же больше воздух, правильно? То есть, надо ее закрыть, чтобы печка не остывала. Закрыли. Но у нас есть еще вот конвективная рубашка, вот, вот эта-то работает, вот эта вот работает. И вот это работает, то есть здесь вот эта стенка теплая, эта теплая, то есть воздух заходит, нагревается, поднимается. Здесь воздух понизу заходит, идет вот сюда, здесь площадь-то тоже получается почти метр, да, и здесь вот почти 50 сантиметров. Полтора метра, помноженная на 220 высоту теплоотдающей поверхности, это получается почти 4 квадратных метра теплоотдающей поверхности. И она находится в парилке. Что такое 4 квадратных метра? Это печка ПТО-1700, рассчитанная для домика 18-20 квадратных метров. Отопительная, варочная. Печь тепловая, отопительная, да, ПТО-1700, ну, с гаранчей, которая стандартизировалась. Но здесь-то еще и каменька же будет, правильно? И каменька будет, то есть... И там вот она, у нее теплоотдающая поверхность, у этих стандартизированных печах, да, то есть отопительно-варочные печи, ну, 4-5 квадратных метров. Мы вот имеем только вот на этом углу, на одном, на внутреннем, уже почти 4 квадратных метра. Вот где Максим Николаевич стоит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кирпичей, это два метра. Два на два, это еще 4 квадратных метра теплоотдающей поверхности. Вот отсюда до отсюда 80 сантиметров плюс эркер, да, это еще метр двадцать. Метр двадцать помноженное на два, это еще 2,40 теплоотдающей поверхности. И вот еще, вот теплоотдающая поверхность, ну, тут что, 18 и 25, 33 сантиметра помноженное на 2,20, ну, 0,8 квадратных метров. То есть, вот и получается, здесь у нас 4, 4, 4 и 0,8. 16 квадратных метров теплоотдающей поверхности, 16 квадратных, вдумайтесь в смысл, 16 квадратных метров теплоотдающей поверхности для парилки размером 2,80 на 2,90. Просто заметил, что у тебя, ну, она не симметричная, а везде есть, так скажем, ну, продумка. Здесь, можно сказать, отдельная печка стоит, да, со своим щитком. Здесь стоит, ну, там, как сказать, со своими каналами и со своей задумкой. Здесь, ну, говорю, это уже, наверное, в итоге ты, когда полностью покажешь, сейчас мы сняли потроха, так скажем, внутреннюю часть и идею. А когда она будет полностью, этого не увидишь, но об этом можно будет рассказать. А мы сможем показать, да, что было внутри, какая была идея. Да, я потом могу скинуть для образца фотки, как разведен воздух и как подведен, как подведен в ярусах на шансах, как шансы подведены и как потом разведен в обратную сторону. То есть, это воздух вот всего в три ряда кирпичной кладки, вот сюда и обратно. Ну, сложная была работа, мы буксовали здесь. Вот это сейчас, да, сейчас по скорости всего вот этого строения мы здесь работаем уже месяц втроем. Я здесь живу, я работаю по 16-17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. То есть, ложусь спать 2 часа ночи, в 3 часа. Если мысль, ну, какая-то не рождается, вот с топкой, не видел форму, не видел конфигурацию, потому что конфигурация, ну, такая, она интересная, она абсолютно несимметричная, да, то есть, необычная. И как вот сюда вложить топку, как подать воздух, как его раздать, то есть, и посчитать надо было еще сечение каналов, по скоростям их уравнять, чтобы они вот эти вот внутренние конвективные рубашки и вот это, допустим, которое идет подмес уличного воздуха, ну, подмес, то есть, свежий воздух сюда вкачивается в парилку, чтобы вот это все уравнять, то есть, ну, приходится мало спать, по-честному сказать. Но ты же спишь-то, не спишь из-за того, что не спится, из-за того, что ты думаешь. Я думаю, да. Ты как этот, Менделеев, который вводил таблицу, да, так скажем, ее там расставил, у тебя так же мысли ночью там приходят. Приходят. Утром проснулся, да, давай, сделаю так. И бывает так, что вот ребята работают, Дмитрий Петров тоже вот у меня тут кладку делает, помогает, то есть, режет, пилит, точит там, ну, то есть, все вместе с Пашей. Они вот здесь положили два ряда и ушли там точить кирпич. А я взял и разобрал эти два ряда и положил по-другому. Они заходят, очень удивляются и огорчаются. Александр Леонидович, на этой прекрасной ноте хода пожать тебе руку. Спасибо, что ты творишь такие красивые вещи. Ну, мы будем афишировать, ну, показывать, я думаю, это будет полезно другим людям тоже. Кто так же посмотреть, стремиться к таким сложным вещам. Все, спасибо большое. Все, ладно, давайте прощаться. Нам надо работать, вам тоже надо работать. Трепаться можно бесконечно. Все, всем пока. Всем пока, всем пока.